Пограничная зона Добрый вечер. В эфире спецпроект Пограничная зона. В Сбилиси состоялся концерт знаменитой российской группы Ленинград. Целый вечер поклонники группы подпевали любимые песни. Если бы до или после этого концерта Ленинград на лабутенах и в штанах отправился в оккупированный Сухуми или Цхинвали, те самые люди, которые выкладывали в социальных сетях видео и фотографии из концерта, устроили бы протесты и вовсю призывали бы общественность бойкотировать визит группы. После концерта в Тбилиси Ленинград выступает в Севастополе. Это такой город-герой в оккупированном Крыму, ну если кто не знает. Нет, не подходит? Или хороший вечер под любимые песни и фотографии в соцсетях важнее солидарности с братским украинским народом, который, как и Грузия, переживает потерю контроля над еще недавно своей территорией? Возможно, двойные стандарты частью общества идут от такого же отношения к проблеме и правительства Грузии. Грузинское руководство, которое постоянно заявляет об оккупации своих территорий, нарушениях на всем протяжении войны в Украине, не поддерживает санкции своих партнеров из Евросоюза против России, которые недавно были продлены еще на год в ответ на незаконное присоединение Крыма и того самого Севастополя, где выступит группа Ленинград вскоре после Тбилиси. В Евросоюзе и США уже много раз заявляли, что санкции не отменят, пока Крым находится под контролем России, но для Грузии по какой-то причине поддержать соседа оказалось невыгодным. Единственная мера, которую Грузия поддерживала, была направлена на ограничение торговли с Крымом. Как заявляли тогда чиновники, Грузия присоединилась к одной из 12 санкций, которые были установлены Советом Евросоюза в июне 2014 года в связи с событиями в Украине. В частности, к санкции, касающейся экспорта продукции, изготавливаемой в Севастополе и Крыму. Замминистр иностранных дел Грузии Давид Дондуа тогда сказал, что это в точности то же самое, чего Грузия требует от партнеров относительно экспорта, произведенной в Абхазии и Южной Осетии продукции. «Мы просто не имели возможности не присоединиться, потому что точно того же требуем от наших партнеров в отношении наших оккупированных территорий. Мы были бы непоследовательными, не сделав этого», заявил тогда министр. «В отношении торговли не имели возможности и должны быть последовательными. А как же оккупация, о которой каждый день рассказывают?» Или сбалансированная политика Тбилиси заключается в том, чтобы получать финансирование от Евросоюза и США, заявлять об оккупации России и ее территории и под песней Ленинграда не поддерживать санкции партнеров в поддержку Украины, где до сих пор идет вооруженный конфликт. Вот это, видимо, последовательно. В отличие от властей Грузии, российские власти ведут более последовательную политику. Масштабные военные учения «Запад-2017», которые запланированы на сентябрь в России и Белоруссии, уже вызвали много слухов. Представители НАТО выразили обеспокоенность. Российская страна назвала эту обеспокоенность «бредом» и ответила своей обеспокоенностью в связи с учениями НАТО. Сейчас у российских границ проводится масштабное учение Альянса, в котором принимает участие свыше 10 тысяч военнослужащих, более 70 кораблей, вспомогательных судов, около 70 самолетов, в том числе американские стратегические бомбардировщики Б-52. Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса. До конца года в западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков. Только за последние полгода войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники. В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп. Он отметил, что Североатлантический альянс наращивает количество армейских подразделений в Восточной Европе. Так, в странах Балтии и Польши уже заканчивается формирование сразу 4 батальонных групп. Их общая численность достигает 5000 солдат. Действия НАТО вынуждают Россию предпринимать меры. Возможно, господин министр не знает, что НАТО не вводило войска в Литву и другие страны, чтобы их оккупировать или сделать независимыми. Возможно, в Минобороны просто нет информации, что в Украине и Грузии по местному населению стреляли не латыши или эстонцы. Если бы такая информация была, то вряд ли министр стал бы удивляться, почему соседи России обеспокоены любимыми перемещениями ее танков и солдат. Министр иностранных дел Литвы Лина Слинкевичу спрокомментировал эту тему для нашего проекта. Северное НАТО или нестремление – это решение каждого государства. Начнем с этого. Если мы приняли это решение, как я говорил, все политические силы в 1994 году, так мы приняли взвесив ситуацию. И это был наш выбор, и мы к этому выбору шли очень последовательно. Так что тут имеют место и риски, и так далее. Но мы хотели попасть, как бы вступить в альянс, а не альянс хотел нас затянуть. Даже были очень большие препятствия к этому. Так что Россия тоже должна задуматься, почему страны стремятся попасть в альянс, который гарантирует, по их мнению, наверное, есть какие-то в этом конкретные причины, безопасность, стабильность, развитие страны, свободно выбирая альянсы и вообще путь развития. Почему страны стремятся в этот альянс, а почему они не стремятся в сферу влияния России? Так должны задавать себе этот вопрос. Ну как вы оцениваете позицию Владимира Путина о том, что вот это расширение альянса, учение НАТО у его границ, оно является угрозой безопасности? Это просто старое мышление, как по-русски тут выразится, нулевой суммы. Когда не понимают, что может как бы ситуация быть выигрышная и для обоих сторон, скажем так. Даже если как-то соседнее государство выберет какой-то другой путь, а не тот, который думается, скажем, в данный момент, скажем, в России, это не обязательно является ущербом для России, поскольку если есть желание, чтобы была стабильность вокруг, в пространстве, так эта стабильность является гарантом. Если страна будет чувствовать ущемлена правами, выбором или каким-то шантажом, или созданием каких-то замороженных конфликтов, как сейчас находится, скажем, во многих местах, из Абхазии, Южной Осетии, или Приднестровье, Молдове, или что происходит сейчас в Крыму, скажем, тоже вот эта ситуация, или в другой части, в восточную Украину, как раз вот это является усугублением ситуации и осложнением климата безопасности для той же России. Но это непонимание, конечно, выдвигает вот эту политику. Если поймут, что возможные решения выигрышные для обоих сторон, и это не является противоречией понимания стабильности, конечно, будут изменения, но пока нынешняя власть в России этого не понимает. Но, к примеру, размещение батальонов НАТО в странах Балтии, призывы к Соединенным Штатам усилить контингент и так далее, они не направлены против России? Ну, знаете, даже не надо быть экспертом, чтобы понять, что то, что происходит сейчас в наших территориях, в Балтийских странах, в Польше, это такой минимум, что даже стыдно сравнивать, по сути дела. Мы говорим об одном батальоне, очень много разговоров, скажем, в Литве или в Латвии, там, тысяча сверх немножко военнослужащих. Тем более, что 300 тысяч аккумуляций военной силы на западном военном округе в России, перевооружением войск и воинских частей, в том числе оружием, как «Искандер» модернизированные ракеты, которые способны переносить ядерное даже оружие, или число, скажем, неожиданных учений, которые со стороны НАТО в прошлом году ноль, и со стороны России двадцать, скажем. Об этом мало кто говорит. Но Россия как-то привыкла уже обвинять других в том, что делают сами, и представлять факты как раз наоборот. Когда представляется, что они как-то берутся за ответные меры против того, что делается с территорией НАТО, как раз все как-то наоборот. Тем более, что НАТО всегда подчеркивает, и мы всегда об этом говорим, что мы не будем не заниматься эскалацией, ни какой-то гонкой вооружений. Но никто не должен сомневаться, несмотря на эту пропаганду, шумику, что будет сделано все, что необходимо, чтобы гарантировать безопасность своих территорий, членов, граждан. И это будет сделано, несмотря на все, что они говорят. Все обеспокоены. Но вопрос, что в этом взаимном беспокойстве делать таким странам, как Грузия или Украина? Есть ли шанс у этих государств в действительности стать независимыми, а не инструментами во внешнеполитических играх? Есть ли шанс у Грузии и Украины вернуть когда-либо свои территории, а у беженцев вернуться в свои дома? Многие политики и эксперты связывают эти вопросы с российской властью и заявляют, что пока у руля в России стоит нынешний режим, говорить о возвращении территории, ну, бессмысленно. А что, если в России сменится власть? Они что, немедленно Крым и Осетию вернут? Разве не большинство российских граждан поддержало вход Крыма в состав России и защита русского населения в Крыму от фашистов из Киева? Разве не граждане России поддержали войну в Грузии? Спрос определяет предложение. Десятилетия пропаганды, ненависти и создания внешних врагов привели к тому, что сами граждане или их часть выступают за войны и аннексии. Их не беспокоит уровень их жизни или жизни их детей, зато беспокоит Крым. Ну, это такая вселенская миссия по спасению всех, кто спасать не просил. Лишь бы была какая-то причина, чтобы оправдать свои же беды. Ведь это не правительство российское виновата в том, что дороги ужасные, в детских садах, в регионах валится потолок, в тюрьмах беззаконие, а в холодильнике еды нет. Это проклятые Евросоюзы, НАТО, которые учения проводят и санкции вводят непонятно за что. Мы же Крым спасли, Осетию спасли, Абхазию спасли. Помните детский мультфильм про черного плаща? Только с виснем он появится. Вот это точно про зеленых человечков и танки. Президент, президент, Все спешат к небе, Наступает момент Поворот в бед, Чтобы Крым не погряз На усе и свет, Стань гарантом для нас Мира на земле. Действуй Путин, Русский президент, И за две герои Симонет. Так уж зависит политика России от власти, когда большинство граждан страны не волнует коррупция, когда большинству все равно, что на допросы тащат деятели искусства, а задержанных на митингах травят газом. В северной столице России, городе Санкт-Петербурге, после митингов 12 июня, которые прошли во многих городах страны, было задержано около тысячи человек. Были случаи, когда молодых ребят в камерах травили газом. В другом отделении людям, которые законно вышли выражать свою позицию, не давали спать. Их бросали в холодные камеры, без еды. Угрожали. И всем плевать. Ведь Крым-то наш. Ведь Осетию-то с Абхазией от призрачных врагов защитили. О том, стоит ли ждать изменений в риторике большого соседа, скажется ли приход новой политической силы на тяжелых отношениях России с Грузией и Украиной, и других темах поговорим с политологом Гелой Васадзе. Добрый вечер. Спасибо за участие в нашей передаче. На ваш взгляд, при такой большой активной поддержке гражданами России политики Путина и вот этой защиты от каких-то угроз фашистов, бандеровцев, как часто заявляют в России, есть ли разница вообще для Грузии или Украины, кто конкретно занимает Кремль, кто решает вот эту политику, учитывая такую большую поддержку курса Владимира Путина со стороны российских граждан? Добрый вечер. Ну, давайте начнем с того, что такое сегодняшняя Россия. И уже исходя из этого, в этом вопросе, в общем-то, есть ответ на ваш вопрос. Сегодняшняя Россия это система, которая сложилась в результате распада Советского Союза и в результате Ельцинского правления. Система олигархического капитализма, при которой победила определенная сила, которая распределила все экономические ресурсы этой огромной страны. Сегодня, есть ли разница, кто будет у власти, если эта система сохранится, нет, такой разницы нет. Хотя, я скажу так, что разница в нюансах, разница в деталях. Дело в том, что сама система российская, она полностью встроена в современный мир. Она зависит от современного мира, это несомненно. Другое дело, что у Владимира Путина и его команды, потому что нельзя говорить о Владимире Путине как об одном человеке, который все решает. У Владимира Путина и его команде возникла идея добиться больших экономических преференций для себя. То есть, опять-таки, для вот этого правящего класса России путем поднятия статуса. Статуса новой мировой державы, как это было при Советском Союзе. То есть, Советский Союз, США такое противостояние давало бы. Когда экономика в загоне, тогда с помощью политики пытаются компенсировать эти экономические сложности и трудности. Это практически невозможно. Российские граждане, большинство, не все, но большинство, так активно поддерживали и захват Крыма, и, в принципе, оправдывают действия в Грузии, Южной Осетии, Абхазии. Вот это противостояние с НАТО и Соединенными Штатами. На словах, но противостояние. Есть ли разница Грузия с точки зрения возврата Южной Осетии, Абхазии, или Украины с точки зрения возврата Крыма? Будет это Путин или какой-нибудь оппозиционный деятель? Даже если система изменится, учитывая такую поддержку народа этих действий, можно ли что-то поменять в России? Поддержка народа, давайте будем откровенны, поддержка народа связана с манипуляциями с общественным мнением, технологии давно отработаны, отработаны еще в начале прошлого века эти технологии. После этого они все более и более, скажем так, и становились. Изощренными, поэтому, уверяю вас, в сегодняшней России можно обеспечить поддержку возврата Грузии оккупированных территорий в течение, я думаю, что полгода, может быть, чуть больше. В течение полугода при достаточно правильно поставленной пропаганде и пиаре можно будет смело проводить опрос, и большинство населения России будет смело говорить, что для того, чтобы нам нормализовать отношения с Грузией, нам нужно вернуть Абхазию, нам нужно вернуть Схенвальский регион и потом договариваться обо всем. С Крым? С Крымом немножко посложнее, потому что в Крыму немножко ставки более высоки, но опять-таки нет такого, скажем, нет таких крепостей, перефразируя знаменитую фразу Сталина, которые не могли бы брать пиарщики современные. То есть вы думаете, что все вот эти ура-патриотизм, заявления, радость российского народа по поводу возврата Крыма, собирания русских земель, это просто слова и результат пропаганды? Это результат целенаправленной пропаганды, я в этом абсолютно уверен. Ровно так же, как в начале 90-х, в конце 80-х годов крах Советского Союза и коммунистической системы тоже был по многому определен, я имею в виду в общественном мнении, результатом целенаправленной пропаганды. То есть, помните, как тогда началось? Сначала главным объектом был Сталин. То есть Сталин был плохой, вот сталинизм, сталинщина и так далее и тому подобное. После этого дошли до логического вывода, что раз Сталин был плохой, коммунисты плохие. И что мы видели, миллион людей на Манежке. Миллион, это тогда одна десятая Москвы была на Манежной площади. Я это помню. Это помнят многие люди моего поколения. Поэтому еще раз говорю, когда мы говорим об общественном мнении, о поддержке народа и так далее, давайте не забывать, общественное мнение достаточно лоббитно в данном случае и всегда можно его сформировать. Вот последние события, связанные с таким противостоянием Соединенных Штатов НАТО и России, они всегда были на уровне риторики, но после сбитого самолета, который американские вооруженные силы сбили в Сирии, Россия заявила о том, что она отказывается от сотрудничества с Пентагоном по Сирии и будет мониторить все воздушные суда в этом пространстве и так далее. Как вы считаете, есть ли реальная возможность, ну скажем, прямого военного нарастания этого конфликта между Российской Федерацией и Западом, НАТО, Соединенными Штатами? То есть вы имеете в виду прямое военное столкновение? Прямого военного столкновения нет, потому что к этому не готова ни Россия, ни Запад. Нарастание напряженности, да, в силу специфики политики Трампа. Нужно хорошо понимать, если у демократов это большая игра, у республиканцев, то есть игра, скажем так, чужими руками, различных группировок, сравнивание друг с другом и так далее. У республиканцев, и на оконах, был всегда, ну и при Бушах, и при Рейгане, был всегда достаточно такой прямолинейный курс. Если что, мы введем войска, то у Трампа вообще бизнес-логика разрешения конфликта. То есть есть параметры, в данном случае вместо товаров, вместо цены и так далее, люди, армии, страны, политические элиты и так далее. И вот если я сейчас делаю это, ну что они мне делают? Ничего. То есть, а что касается Россия прекратила сотрудничество? Да господи, прекращали уже сотрудничество. Ну прекращали после удара по Шайрату крылатыми ракетами. Это ничего не значит. Это то необходимое протокольное действие, которое, ну, были вынуждены сделать Россия. Не более того, я скажу, в ближайшее время, вот сейчас, в ближайшие дни, достаточно интересно следить за событиями не только на Ближнем Востоке, а вообще вокруг России, потому что Путин готовится к встрече с Трампом, и Трамп готовится к встрече с Путином. Я думаю, что эта встреча все равно состоится по-любому. А, ну, что такое новые санкции? Вдруг Минфин вводит новые санкции? Вдруг, значит, в Сенате проходит, а Конгресс говорит, давайте немножко подождем, вот это прибережем. И что это такое? Это фактически ходы на шахматной доске. Перед встречей? Перед встречей. То есть, есть предмет для торга, есть предмет для переговоров. Ребята, у нас свои красные линии, у вас свои красные линии. Хотите? Давайте определять общие красные линии. Не хотите этого делать? Мы будем давить дальше. Ну, вот эти учения военной России из Беларуси и Запад-2017, учения натовские, которые сейчас уже начинаются в регионе, и та, и другая сторона заявляет о том, что, в принципе, это направлено вот против, то есть, НАТО говорит, что это обеспечение безопасности членов Альянса, упоминая Россию, то есть, угрозу, которая исходит от России. Российская Федерация и министр обороны России Шойгу, они заявляют о том, что НАТО угрожает России, ее границам, поэтому вот будут такие учения, будут усиливаться контингенты и так далее. Это тоже какие-то шаги на шахматной доске или это реальные военные какие-то действия, шаги к противостоянию прямому? Несомненно, это шаги на шахматной доске, но вы понимаете, в чем дело? Несколько изменились правила. После нападения агрессии России против Грузии и особенно после Крыма стало ясно, что можно на этой доске играть не только в шахматы, но и в Чапаево. Причем раньше в Чапаево мог играть только один игрок. Это Соединенные Штаты. Ну, знаете, да, эту игру Чапаево... А почему получилось, что Россия тоже смогла в него играть? Нет, она не смогла в него играть. Смогла это когда ты сделал что-то и тебе за это ничего нет. Вот это смогла. Россия пробует сейчас играть в Чапаево и вот это в той же логике сидит. То есть, смотрите, логика какая. Мы, великая держава, мы тоже можем действовать как Штаты. Могут, если Запад даст слабинку, я имею в виду, Штаты дадут. В данном случае Штаты, давайте прямо скажем, потому что Европа в данном случае на подтанцовке. Если Штаты дадут слабинку, смогут. Если Штаты не дадут слабинку, не смогут. То есть, посмотрим. Ну вот в этом все равно можно сказать нарастание и противостояние, будь то риторика, там шахматная доска или реальные военные какие-то действия, учения, пока что, слава богу, Грузия как маленькая страна, которая, в принципе, сотрудничает активно с НАТО, активно сотрудничает с Соединенными Штатами, при этом армия Российской Федерации находится на ее территории. Вот что Грузия должна делать или каким-то сторонним наблюдателем оставаться? Нет, ну Грузия не остается сторонним наблюдателем. Мы не будем забывать, что фактически все инициативы НАТО и по безопасности в Черноморском регионе и так далее активно приветствуются Грузии, это понятно. Наше общество активно следит за тем, чтобы ни в коем случае никакая инициатива, исходящая из Запада, нашим правительством, не была пропущена. Может ли сказаться, вот вы говорите о том, что Грузия активно сотрудничает с Западом и НАТО, может ли сказаться вот это усиление противостояния на безопасности Грузии? На безопасности Грузии может сказаться только в плюс, только в положительное. Но тут нужно очень хорошо понимать, железный занавес еще не запустился до конца. Когда мы говорим, что мы имеем дело с новой холодной войной, со второй холодной войной, это не совсем так. Но в случае, если это действительно будет холодная война, а вероятность этого есть, мы уже превращаемся не в какую-то периферию или транспортный коридор, мы уже превращаемся во фланг. Во фланг в этой... То есть вопрос в чем? Вопрос в том, где опустится этот железный занавес, если он опустится. В этом есть, скажем прямо, и положительные, и отрицательные стороны. Хотите положительные? Пожалуйста. Мы столько времени стремимся в НАТО, мы столько времени стремимся обеспечить свою безопасность. Эта ситуация автоматически нам обеспечивает безопасность от Российской Федерации. Отрицательные стороны, отрицательные стороны это активное военное противостояние. Ни для кого не секрет, что бы то ни было, что российская экономика оказывает влияние на грузинскую, кроме всего прочего, она оказывает влияние на наших соседей. Поэтому, ну скажем так, худой мир, лучше доброй ссоры, я не совсем понимаю логику этого всего, но ссоры это всегда плохо. Грузинская страна постоянно заявляет об оккупации, о каких-то нарушениях, о том, что происходит, при этом активно, естественно, налаживает то, что вы сказали, сотрудничество с Альянсом, с НАТО, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, которых называют стратегическим партнером, и при этом не участвует, не поддерживает санкции Евросоюза в отношении Украины против России, и продолжает наращивать торговый оборот с Российской Федерацией. Это вот в этом заключается некая сбалансированная политика Тбилиси, которая была заявлена уже почти пять лет назад, и как вы считаете, если такое нарастание конфронтации даже риторики между США и Россией будет продолжаться, Грузия сможет дальше вот на двух стульях усидеть? Ну, я бы не сказал, что мы сидим на двух стульях, это не совсем так, мы однозначно сидим на одном стуле, просто с некоторых пор периодически поглядываем и на другой, просто поглядываем. Но торгуем и санкции не поддерживаем. Торгуем. Что касается санкций, нужно хорошо понимать, что санкции были введены когда? Санкции были введены в 2014-2015 вот этих годах. В этот период произошла очень нехорошая вещь в грузино-украинских отношениях. Наши власти воспринимали Украину как некий филиал единого национального движения. Из-за Саакашвили. Да, понятно, что из-за Саакашвили. Поэтому, скажем так, в самой логике властей не было поддерживать санкции против России, введенные в Украину, когда у тебя у самого достаточно напряженные отношения с Украиной. Сейчас ситуация явно меняется. Сейчас существуют очень серьезные грузино-украинские контакты. Санкции продлены, но не поддержаны. И, скажем так, при нашем уровне сотрудничества с Россией, эти санкции, конечно, не имеют принципиального значения, хотя, хотя, с точки зрения любой логики, Грузия должна быть первой страной, которая поддерживает санкции против России. Этого нет. То есть, нет понимания того, нет понимания того, что эти санкции, они не только насчет Крыма, эти санкции и про Южную Осетию, и про Абхазию. Эти санкции призваны остановить Москву и поставить ее в определенные рамки. Это понимание, когда придет, Грузия, несомненно, я уверен, что рано или поздно будет вынуждена власти поддержать эти танцы, но просто сейчас еще не хотят лишний раз обострять. Позиции президентов и министров мне понятно. Политика двойных стандартов и лицемерия в России, Грузии, Украине и других странах будет всегда, потому что это политика, потому что это деньги. Что мне непонятно, так это когда те, кто кричит про оккупацию, выкладывают радостные фотографии из концерта группы Ленинград в Белиси перед их выездом в Крым. Нет тут ничего плохого, но когда кто-то из Киева в Осетию потом поедет выступать, вы уж будьте последовательны, пожалуйста, как Министерство иностранных дел Грузии, которое санкции не поддерживает, и посты протестные не пишите. Мне непонятно, когда большинство граждан России плевать на своих же соседей по дому, которых тысячами задерживают на улицах. Когда прокремлевский ведущий передач на государственном канале в эфире одной из популярных радиостанций называет тысячи людей, которые вышли протестовать против коррупции, дерьмом в прямом эфире. И спокойно едет в свой огромный дом и продолжает вести свою государственную передачу за деньги этих самых граждан. Когда пенсионерки из города Томска записывают видеообращение к Путину, где говорят о коррупции и других нарушений в городе, они оказываются в полиции. Уважаемый Владимир Владимирович, мы участники массовой протестной голодовки в поддержку вашей борьбы с коррупцией объявленной вами в Российской Федерации. Посылаем вам письмо таким необычным способом, потому что обычным способом электронной почты и обыкновенной почты письма наши до вас, к сожалению, не доходят. Город погряз коррупцией, коррупционерцы и коррупционеры оборотни погонок оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет. Поэтому мы просим вас прислать комиссию и помочь нам и вам в борьбе с коррупцией. Все, посылаем письмо попутным ветром Бога! Ура! Именно за одно из таких обращений пенсионерка 57 лет получила штраф в 20 тысяч рублей, а другая женщина в возрасте 70 лет после трех дней суда оказалась в больнице. И вот это большинство, которое героически защитило Осетию, Абхазию, Крым от грузин, украинцев и прочих фашистов, как называют их на российских каналах, почему-то забыло защитить своих же пенсионерок, студентов, которых оставляют в камерах без еды. Свои пустые кошельки и бюджетные деньги, которые идут на миллионные премии руководителям госкорпораций. Сирот. Ну, заняты были, наверное, ведь надо же с внешними угрозами бороться. Надеюсь все-таки, что моя страна наши граждане однажды выключат телевизор, забудут про США, НАТО, угрозы внешние, про соседей тоже было бы неплохо забыть. И вспомнят про свои проблемы. Коррупцию, нарушение прав, воровство, свободу слова, пенсионеров, полиции, студентов в камерах, пропаганду. Это был спецпроект StarVision на русском языке «Пограничная зона». Смотрите каждый будний день после 9 часов на StarVision передачи на русском языке. Подписывайтесь на наш канал в фейсбуке. А я прощаюсь с вами. До следующей недели. Спецпроект медиагруппы StarVision на русском языке «Пограничная зона». Я могу смотреть российское телевидение и там не всегда факты. Путин не лжет. Он говорит то, что он думает. И когда он что-то говорит, он отвечает за свои слова. Только авторитетные гости. На нашей территории стоят областные войска в Утальянной Грузии. Количество выдаваемых в России виз для грузийских граждан в этом году удвоилось. Без цензуры. Не надо провоцировать Россию. Тогда смотреть, как эти зеленые человечки убивают, режут, насилуют наших граждан. Только объективная информация. Мы предлагаем вам все точки зрения и только вам решать, чье мнение заслуживает доверие. Выбор за вами. Пограничная зона уже и для российской аудитории на самом популярном информационном портале Радио Эхо Москвы. Каждый понедельник в 21.30 смотрите на StarVision и слушайте на Радио StarFM. Это не против кого-то. Это наши соседи, страны, которые свободны, имеют свое право выбирать с кем и как они будут сотрудничать. Спецпроект на русском языке Пограничная зона Субтитры 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 Субтитры